Я рад приветствовать всех собравшихся. Чуть больше года назад, извиняюсь, чуть меньше года назад, в феврале месяце, наш уголовнокомандующий объявил специальную военную операцию на территории Новороссии. И многие тогда приняли это, ну, может быть, не совсем правильно, не совсем в наше время славянский народ, на славянский народ. Но после того, когда уже 8 лет, к тому моменту, 8 лет продолжался вот именно геноцид, а так как я представляю казачество, поверьте, я очень хорошо знаю историю своих предков, что такое геноцид. Поняли, по крайней мере, казаки не стали дожидаться того призыва, той мобилизации, а встали и по сей день, вот буквально через несколько дней, отправляется следующий, уже 11-й отряд. Когда нам главнокомандующий войсковой АТОМА, всероссийский, предложил, надо набрать 100 человек, когда только началась операция. Мы сначала вроде засомневались, ну, 100 человек собрать. Мы собрали. Да, может быть, не все были пригодны из тех, которые объявили желание. Но команда была, главнокомандующий, так как мы все-таки государственная структура казачья, все-таки у нас тот же самый главнокомандующий, как и у Министерства обороны и так далее. Сейчас мы наладили уже достаточно плотный контакт с Министерством обороны, с правительством области, с предпринимателями. Это вот как раз к тому, что сейчас мы уже не 100 человек отправляем, мы многократно, многократно отправляем больше, а желающих возникает ежемично. У меня проходит только у меня, вот я пытался выяснить, выяснить, сколько же все-таки у меня происходит общение от 600 до 700 человек. Это те, которые желающие пойти. Да, не все могут, не все способны, не все. Желаний не всегда достаточно. Но, по крайней мере, тот батальон, который нам вменили, который нам предложили создать именной батальон Оренбургской области, Форштадт, простите. Мы его поддерживаем и поддерживаем как составом, личным составом, так и благодаря предпринимателям области, предпринимателям Оренбурга, правительству Оренбургской области, муниципальным образованием, в частности, Оренбург и другие города области принимают участие. Мы не просили ни разу за эти 11 месяцев ни у кого помощи. Мы просто объявили, что вот есть отряд, вот есть потребность, ну, кто что может. К нам стали обращаться, ну, вплоть до Следственный комитет, Сельхозакадемия, я имею в виду те некоммерческие структуры. Это вот как раз к тому, что своих не бросают. И никто, вот именно сейчас восприняли казаков, как просто истинных патриотов, которые вот эти 30 с небольшим лет все-таки воспитывали своих детей, внуков, именно в том, как вот Александр Юрьевич сказал, то, что в советской форме, да, когда были НВП, когда был патриотизм на высоком уровне. Мы продолжаем это делать. И мне не стыдно, что вот я принимаю участие, я встал со многими из нас, из вас, именно вот на защиту наших же славян, которые ни при чем здесь, вообще никак. Они просто хотели и хотят иметь свою историю невымышленную, свой язык общаться на котором и преподавать детям в школе. И я считаю, вот это вот решение нашего президента, да, он взял на себя большой риск, большую ответственность. И причем, как бы мы ни называли это специальную военную операцию, это все-таки война не просто с Западом. Это со всей структурой НАТО. Конечно, назвать ее Третий мировой как бы язык не поворачивается, но по сути, по смыслу, это ведь так и есть. Поэтому мы всегда поддержим и нашего президента, и наше правительство, и ту программу, и ту историю, которая наша история, если мы ее забудем, то грош нам цена. Благодарю. Спасибо.